Здравствуйте, мальчики и девочки! Дива рад встрече с вами и приготовил для вас еще одно великое открытие. А помогут мне совершать открытие мои друзья Саванэ и Тета. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Привет всем! А где же Нунка? А наш Нунка уехал на рыбалку, но обещал вскоре вернуться. Тетя Аня, а я сегодня была в библиотеке и смотрела книгу про пуговицы. И их оказывается такое великое множество! Да, Саванэ. История пуговиц очень интересная и уходит своими корнями в далекие древние времена. Раньше пуговицу использовали больше для красоты, чем для прямого ее назначения. И изготавливали такие красивые пуговицы из драгоценных металлов и драгоценных камней. С годами материал, из которого делались пуговицы, удешевился. Во время Первой мировой войны Германия пуговицы стала делать железными и оловянными. А в начале 20 века золото, стекло и фарфор заменили пластмассой. Очень интересный факт. Когда пуговицы появились, их носили гораздо больше, чем нужно. Ведь чем знатнее и богаче был человек, тем их должно было быть больше. Тетя Аня, а я читал, что если встретишь на улице трубочиста, надо взять его за пуговицу и загадать желание. Оно обязательно исполнится. Что желание исполнится, я понял. Только кто такой трубочист? Трубочиста называли человека, который чистил дымоходные трубы. Но сейчас трубы уже не чистят. И я думаю, это ты вряд ли встретишь на улице трубочиста. Как жаль. Но ты не расстраивайся, Тета. Я тебе расскажу про счастливые пуговицы. И тебе не надо будет искать трубочиста. Тетя Аня, мне тоже очень интересно, что это за пуговицы такие? Счастливыми пуговицами называются те пуговицы, которые пришиты очень интересным способом. Пуговицы счастья пришивают разными способами на все случаи жизни. И я вам сейчас эти способы покажу. Дорогие мои друзья, если вы хотите, чтобы ваша дружба стала крепкой, то пуговичку нужно пришить вот так. И ваша дружба будет не разлей вода. Если же вы хотите, чтобы в ваших делах был успех, пуговичку нужно пришить вот так. И в ваших делах всегда будет стопроцентный успех. А если вы, дорогие друзья, хотите, чтобы был успех в творчестве, то пуговичку нужно пришить вот так. И у вас будет всегда отличное настроение для творчества. А еще есть один очень интересный способ для привлечения денег. Но он, скорее всего, подойдет для ваших родителей. И так, чтобы у ваших родителей было больше денег, пусть они пришьют пуговичку именно вот таким способом. И деньги у ваших родителей будет очень много. Вот здорово! Теперь и трубочист не нужен. Я уже знаю, как я пришью пуговички на своей любимой курточке. А я еще не придумала. Зато я точно знаю, найти пуговицу считается хорошей предметой. А если вам дорогу перебежала черная кошка, достаточно дотронуться до пуговицы. И можно смело идти вперед. А еще ученые считают, что пуговица раньше на Руси служила оберегом от злых и темных сил. Тетя Аня, а не пора ли нам смотреть мультфильм? Конечно же пора. Давайте устраивайтесь поудобнее и будем смотреть мультфильм. Ура! Ура!